Политики всячески подчеркивали, что сегодня они не конкуренты. В зале будущие юристы и правоведы. Представитель ЛДПР предположил, что тема выборов им должна быть с одной стороны интересна, а с другой они как никто должны понимать свою ответственность за будущее страны. Все беды в мире страшны и творятся только от лица равнодушных. Поэтому ходите на выборы, определяйтесь с выбором и решайте. Коммунист с начала 70-х прошлого века, военный летчик в отставке, протестировал мобилизующую силу лозунгов про землю крестьянам, заводы рабочим и мир народам, подкрепленную передовицей правды. Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, право на труд, на отдых и на достойную старость. Как бы у нас пелось в песне, молодым везде у нас дорога, ну а старикам везде у нас почем. Это вот основные лозунги нашей партии. Его коллега из «Справедливой России» отметил, что в отличие от КПРФ и ЛДПР, его партия появилась уже в «Новой России». Поддержав общую линию агитации за политическую активность, он предложил попутно подзаработать. Такой ходячий штендер, можно сказать, который через голову одевается. И вот все это видно, кого мы представляем. Единоросс Иван Марченко оказался единственным, кто подпадает под определение «молодежь до 35 лет» и предложил фактически своим сверстникам обратиться к сети интернет. Уделите 20-30 минут своего свободного времени. Зайдите на сайт той же самой партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», других партий, которые будут выставлять свою кандидату. Прочитайте их политические программы, изучите. В сентябре текущего года анапчанам предстоит проголосовать за партийные списки, а также выбор депутата по одномандатному округу, куда помимо Анапы входят Крымск, Абинск, Славянск-на-Кубани и Темрюк с районами. У нас довольно-таки активный электорат. То есть у нас всегда выше была активность анапчанам заинтересованность. Все таки хочется всем хорошо жить. А для того, чтобы хорошо жить, уже люди начинают понимать, что не надо отсиживаться. В избиркоме констатируют, что парламентские политические силы, а также ряд партий, которые пока не входят в действующий состав Госдумы, уже начали проявлять активность и интерес к выборам. Из присутствующих пока лишь единицы признались, что определились с выбором. А политологи отмечают, что борьба разворачивается именно за голоса тех, кто не определился.